Матч, приветствую, дорогой. Давно тебя не видел. Я хочу тебя всем представить. Это наш любимый, уважаемый, очень-очень важный человек. Это профессор Аршинов, который в свое время редактировал книгу «Уроки разума» или как это? «Уроки мудрости», «Уроки мудрости», который меня познакомил в свое время с директором Института философии со Степиным, тоже величайшим человеком, и который мне помогал очень сильно понять философию, и который меня даже пытался познакомить с основателем синергетики. Помнишь, вы его письма писали? Да, да, да. Скажи всем, вот сейчас мы в школе человек будущего хомо-футуруса, и всем будет интересно, кому мы писали тогда письмо? Пригожину. Да, да, да. Ну, это 90-е годы были, да. Такие лихие 90-е. Он же, по-моему, был лауреат Нобелевской премии, да? Да, да, да. Он скончался где-то в 2002 году, по-моему. Синергетика – это такая наука. Меня как раз Володя познакомил с синергетикой. С синергетикой. Мало чего, с синергетикой. Он меня вообще углубил в философию. Однажды он мне сказал такую интересную вещь, это мы были у меня в центре на Таганке тогда. Ты тогда вот стоял около двери, Володя, я как сейчас помню, ты говоришь, слушай, а может же быть такое, что он создал это все и оставил нас. А мы теперь сами там находимся. Это закономерно, это философский подход такой интересный. Володя, чем ты сейчас занимаешься, скажи? Чем занимаюсь? Я сейчас с синергетикой 2.0 занимаюсь. Вот. Теорией сложности, вот, проблемами искусственного интеллекта, вот, цифровой, в общем, цифровой реальностью занимаюсь, философией цифровой реальностью, вот так, в общих словах. Я хочу еще добавить, что Владимир Иванович Аршинов, это ведущий специалист, он заводил философии, как отдел в институте философии называется? Нет, уже давно, нет, я сейчас просто главный научный сотрудник института философии, академия, российская академия наук. Да, да, мы сейчас на гончарной переехали с Волхонки, мы сейчас на гончарной находимся. Слушай, я хотел с тобой насчет искусственного интеллекта поговорить в самом философском смысле, я хотел тебе сказать, правда ли, как ты думаешь, что человек создал себе конкурента в виде искусственного интеллекта, который может в результате лишить человека рабочих мест и начать им манипулировать и так далее, что человек его создал для самопознания, потому что он создал себе этого конкурента, чтобы начать думать, а чем же человек, чем человек как сущность, существо отличается все-таки от искусственного интеллекта, чтобы заниматься самопознанием и открыть себе еще больше того глубинного человеческого, которым он сейчас пока не задумается, но в принципе, что это он создал искусственный интеллект как напарника некоторого, в конкуренции с которым он сам эволюционно начинает интенсивнее развиваться, что это в принципе как бы уже заложено было в самом развитии эволюции человеческой, как в свое время говорил Теярдер Шарден, по-моему, о том, что есть психический ген, то есть в самом атоме уже заложено вся вот это если ее развернуть сам человек появляется я правильно сейчас соображаю да, 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 космическая эволюция человек есть продукт космической эволюции и ее продолжатель сейчас собственно говоря проблема вот в чем проблема в том, что люди должны взять свою собственную эволюцию направлять свою собственную эволюцию вот вопрос до этого эволюция шла как бы природой стихийно если угодно какая цель была у этой стихии трудно сказать но то что ты прав совершенно искусственный интеллект это с одной стороны а с другой стороны искусственный интеллект и человеческий интеллект могут образовать симбиоз если биологические эволюции использовать то действительно ты прав что создание искусственного интеллекта, это одновременное познание человеком, самого себя. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, значит, здесь действительно, ну, соревнования с искусственным интеллектом, вот как это шахматные программы, даже игра в ГО, и то говорят, что там непостижимо сложно, и то проиграл чемпион мира по ГО, проиграл в этой программе. Вот, вот, не так давно было. Ну, и сейчас, конечно, искусственный интеллект на устах, это вот нейросети, там их обучают, распознают образы. Ну, конечно, проблем здесь гораздо больше, чем может даже показаться. А я тебе хочу сказать, что наша школа Человек будущего, Homo Futurus, занимается совместными усилиями создать науку человечности, как новый единый для всех язык. Поскольку у религии это не получилось спасти человечество от пандемии и войн. Ну, то, что основоположники религии, Будды, Мухаммед, и Моисей, они говорили, и Христос, вопрос о человечности. Вот это сделать, вывести вот эти критерии, которые вот человеческие качества, человеческие качества вывести, значит, вот это же мне звонят, больные разные, у которых страхи, паники, я, во-первых, говорю, человек становится личностью, побеждая страх, и помогает ему в этом любовь. Но это я отклонился. А на самом деле вот наука человечества, чтобы был единый для всех язык, потому что научно-технический прогресс все время обгоняет человеческое как бы согласованность с человеком духовных и материальных ценностей из-за рассогласования, которого происходят вот эти все непонятности в мире, потому что ответственность за изобретение, которое человек создает, иногда теряется, поскольку нет человечности. То есть человек это, который смотрит веку, смотрит вперед, несет ответственность за свои деяния. Но я сейчас не буду об этом подробнее говорить, я просто хотел сказать, что я тебя хочу к этому пригласить, привлечь, чтобы мы в научных понятиях с философской точки зрения определили, что такое человек, что такое любовь, что такое сопереживание, чувство бесценности живого, потребность в сотрудничестве, потребность в сохранении разума на планете. Вот это все, что человечное, чтобы сделать наукой, потому что наука, в отличие от религии, она всем доступна, и физкультурнику, и шахматисту к тому же, и доступна, и для верующего, любой принадлежности, она никого не пересорит, она как раз таки поможет сохранить человеке человечность. Именно из-за расчеловечивания и происходят вот эти все конфликты и войны, и пандемии, и прочее. Вот что не хватает науки человечности сегодня. Я еще хотел тебе сказать, что я понял некоторые механизмы как психофизиолог, как психофизиолог, как использовать энергию перенапряжения, то есть стресса, как стресс-трамплина для создания новых изобретений, для создания шедевров, чтобы переводить разрушительную энергию стресса, когда человек теряет ясность и уверенность в себе, в условиях сегодняшней неопределенности, чтобы он умел в условиях жестких временных ограничений находить неординарные решения. Вот у нас там есть, даже на стене школы написано озарение по заказу. Ну да, да. Вот я тебя хочу пригласить ко всему этому, потому что как ты всю жизнь меня сопровождал и помогал и советовал, я хочу возобновить наши вот эти дружеские вечные дружеские связи, чтобы двигаться дальше. И хочу тебе задать вопрос. Ты как считаешь вообще сегодня, когда все боятся цифровизации и справедливо боятся, потому что все можно использовать и во благо, и можно использовать во вред. Успеем ли мы? Я-то оптимист, я уверен, что мы успеем, человечество успеет дойти до точки, когда оно все-таки сможет экологией заняться, сможет человечностью заняться, успеет, прежде чем погибнуть на планете. Ты как думаешь, успеем? Я разделяю твой оптимизм. Да. Да, я думаю, что да, конечно. Единственное, только должны как-то, ну и сейчас и так технологический прогресс ошеломляет. Смотри, мы с тобой когда знакомились, по-моему, еще интернета не было в помине. Вот, сколько прошло. А сейчас совершенно интернет изменился всю жизнь, это гаджеты, все это, значит, изменения стремительные, они нарастают, и, конечно, не все там со знаком плюс, и есть со знаком минус, но в принципе если говорить о вот эволюции такого, так сказать, человек превратился действительно в существо технологическое, но вот человек, вот это то, что называется духовностью, или вот то, что называется значит, вот это измерение, собственно, человеческое измерение, ну здесь еще, конечно, как это сказать, ну, люди этому уделяли внимание, но достаточно мало по сравнению с освоением природы, вот покорением атома, значит, вот на Марс собрались лететь и так далее, огромные усилия здесь складываются, ну, некоторые надежды вызывают вот нейробиологии современные, исследования мозга, познания, так сказать, ну, я думаю, что здесь мой оптимизм основан, конечно, на том, что, ну, не зря же это все затея и великие говорили, как Лев Николаевич Толстой, например, смысл жизни человека в продолжении жизни на земле, ну да, ну да, молоденька, я хотел тебе знаешь, что сказать, я хотел с тобой поделиться своими мыслями, что можно в искусственном интеллекте добавить для того, чтобы там появился некий индикатор энергорасхода, который был бы связан как у человека, почему называют негативными эмоциями некоторые эмоции, потому что они расходуют большую энергию, а человек ограничен этими митохондрами генетической выработки этой энергии, и когда человек переживает, он переосмысливает, перемоделирует, что будет, как будет, в условиях неопределенности, или там утрате близкого, или еще чего-то, или когда он находится в стадии выживания, а не в стадии созидания, не в стадии творчества, он очень много расходует энергии, и поэтому если в искусственный интеллект, ну я не хочу сейчас некоторые вещи просто так в интернет выдавать, потому что есть же и люди, которые могут недобросовестно это использовать, создавая вот этот нейробиологический подход использовать при развитии искусственного интеллекта в каких-то недоброжелательных целях, но у меня есть это, я хочу еще отдельно потом в ролике тебе рассказать, и целостно все это будет складываться только у тех людей в картине мира, которые как ты, как я, и как нам подобные разумные люди, которые и с головой нормальные, и с сердцем нормальные, по-человечески, у них сложится эта картина, а у тех разведчиков, шпионов, бандитов, которые только для оружия, для манипуляции будут это использовать, они просто не поймут, о чем вы говорили, да, я просто хочу сказать, что и Христос тоже когда говорил, не все же его поняли, 2000 лет прошло, а до сих пор не все сочувствуют ближнему и любят ближнего, правильно, только те, которые на этом уровне развития уже находятся, я что хочу сказать, что с одной стороны я хочу тебе это рассказать, с другой стороны я не боюсь это рассказать, потому что те люди, которые недалекого ума, как бы они не хотели, они все равно не поймут, а поймут только те, и я поэтому так счастлив, что мы с тобой начали этот разговор, и этим разговором мы привлечем к нам еще больше и больше сторонников именно такого беспокойства, которые тоже хотят, чтобы сохранился разум на планете, которые думают не только о себе, у которых не только вот этот стадий выживания, эгоизм, которые не только в стрессе, но которые уже и думают о том, ну, которые находятся на таком нужном уровне развития, ну, пусть не обижаются те, которые в стрессе находятся, потому что я тоже в стрессе нахожусь, но я уже умею переводить энергию этого высочайшего допряжения в произведениях, чему мы и учимся в школе чьих будущего, чтобы использовать энергию стресса в личных целях. Ну, вот, у нас есть люди такие, их много, и на планете, как мы с тобой, обеспокоены не только собой, но и человечеством, их много, и моя задача, я тебя хочу вот попросить, давай подумаем вместе, как их всех собрать, нормальных людей, которые думают не только о себе, но другого пути-то нету. Ну, это да, ну, не знаю, действует технология социальных сетей, единственное, что я тут не силен, к сожалению, в этих, но собрать вот современные технологии позволяют огромные, вот смотри. Главная идея, главная идея, сначала главная идея, вот мы с тобой начинаем это говорить, мы уже создаем эту идею вот сейчас, люди будут привлекаться, услышав, о чем мы с тобой говорим, именно того нужного уровня, и того нужного уровня беспокойства о судьбе человечества, которое уже на нужном уровне находится, их много, я знаю, главная идея, вот то, что мы сейчас говорим, это уже, это уже важно, я хочу, вот на этом сейчас мы закончим, потому что там приходят иногда новички в школу, они не поймут, о чем мы вообще говорим, пусть они посмотрят следующую встречу, как будет, да, Володя, ты согласен, чтобы мы с тобой несколько встреч сделали? Давай, согласен, да, тем более, что как раз я тут, эта тема, движка резонансная, потому что мы сейчас вот пишем тема трансформации человека в эпоху антропоциена, вот, вот, человек трансформируется, вот в какую, мы должны понять, что это такое, в чем природа человека и что значит трансформироваться и как это вот в век этих цифровых технологий, значит, и в появлении, как у меня вот даже есть книга Тедмарка, значит, жизнь 3.0, жизнь в эпоху искусственного интеллекта, как вот этот товарищ, когда он придет, этот искусственный интеллект, он будет нас тоже спрашивать, выйдет, чем вы, господа, занимаетесь. Мы создаем науку человечесости и самопознанием и соединением людей. Я тебе покажу напоследок одну вещь сегодня, сейчас, 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 она называется, сейчас, вот, ну, там моя картина «Ангел Трубач», манифест «Национальная идея России», генератор будущего, ну, отлично, да, и тут есть, ну, в общем, мы об этом будем разговаривать, давай, охотно, с удовольствием, я тебя обнимаю, Владимир, ну, ты не пропадай, я тебя умоляю, а то мы 20 лет больше не виделись, или сколько, 8 лет точно, 8 лет точно, мы тогда еще, вот, у Лермонтова, помнишь, ты еще ездил тогда, да, да, я с ним познакомил, но мне этот, ну, непонятным оказался, вот этот, их школа здравого смысла, и все, чем они занимаются, да, там, А я получил орден Лермонтова, у меня была медаль Лермонтова за восстановление мира и согласие на Кавказе, но не Лермонтов мне ее дал, мы когда с ним общались, у меня этой медали не было, у меня, значит, я ему картину хорошую подарил, тогда назывался «Дождь», по-моему, он мне еще сказал, теперь она будет в аналогах, так, так, я там занятия проводил, он там собирался, как это называется, всех профессоров собирал, которые социологией занимались, были завкафедрами, коллагенетика, коллагогатия, коллагогатия, да, я ему говорил, не этим надо заниматься, я его тогда с правительством Москвы познакомил в свое время, ну, ладно, в общем, знаешь, что я тебе скажу, он хороший парень, тут вопросов нету, тем более он потомок Лермонтова, но медали мне сначала за восстановление мира и согласия на Кавказе, дал Лермонтовский комитет, и, наверное, Расул Гамзатов, который был тогда председателем, улыбнулся, увидев мою фамилию, в швейске, потому что, когда я Расулу Гамзатову, этому выдающему поэту великому, показывал эти приемы, он начал выходить на это состояние, и потом начал делать вот так, вот так, и потом от его жена подошла, сбоку говорит, ты что делаешь, а он говорит, обнимай, кого ты там обнимаешь? Тебя обнимай, и он говорит, то тогда это хороший метод, говорит, но он, наверное, улыбнулся, а сейчас вот, недавно мне как раз дали орден Лермонтова, уже не медаль, а уже орден Лермонтова, да, а, кстати, меня можешь поздравить, мне еще общественная, консолидированная, общественная с Дагестана, она мне дала орден, золотой орел, консолидированная общественность, общественного признания, о, потрясающе, короче, я тебя хвалю, чтобы ты знал, что я рад за тебя, ты достойна, спасибо тебе, Володя, я тебя обнимаю, ты знаешь, как я тебя люблю по-человечески, это фантастика, я уверен абсолютно, вся наша школа тебя будет уважать и любить, вот увидишь, давай, до встречи, это большая ответственность, ты не должен уклоняться, нет, нет, я не уклоняюсь, спасибо, обнимаю, Володь, до встречи, до скорой встречи,